Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Процветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подловного хозяйства. И сегодня я хочу вам рассказать, как правильно составить календарь ухода за клубникой. Кстати, такие же календари можно составить не только по уходу за клубникой, но и по уходу за другими растениями. Например, по смородине, малине, либо какими-либо овощными культурами, например, за помидорами, огурцами и так далее. Зима – это отличное время, чтобы подготовить такие календари. Ведь зачастую мы приезжаем на участок только по выходным дням, и не хватает времени для ухода за всеми растениями. Мы попросту забываем о необходимых мероприятиях на участке. Забываем что-то обрезать, что-то полить, что-то подкормить. И такие календари по уходу всегда напоминают нам о проведении необходимых работ. Как же составить такой календарь? Вот так вот выглядит календарь. В нем 13 столбиков. 12 из них – это столбики по каждому месяцу года. Первый столбик – это название культуры. Например, как в данном случае – это клубника. Я выращиваю несколько сортов клубники. Это ЧИВ-64, сорт Азии, Сирии и Кимберли. Площадь моего ягодника – 5 соток. Работы всегда с клубникой много, но эта ягода благодарная. Я всегда получаю отличные урожаи. Итак, начнем. Как же ухаживать за клубникой? Конечно же, январь, февраль и март – это, как правило, холодные месяцы. И в этот период ухода нет. Но уже в апреле начинает теплеть, отпускает землю, и клубнике нужен уход. Первое, что нужно сделать после того, как оттаял снег и почва немного просохла, установилась сухая погода, нужно обработать клубнику от грибковых заболеваний. Чем же я пользуюсь? Я применяю 3-процентный раствор бордотской жидкости. Данным раствором я обрабатываю весь ягодник. Почему именно раствор такой концентрации? Да, это сильная концентрация, но весной еще не начался период вегетации. Листьев практически нету, и ожогов не будет. Клубника с легкостью перенесет такую обработку. Благодаря такой обработке уничтожатся все патогены, которые зимовали на старой листве. И именно после обработки мы приступаем к удалению листвы. Почему не следует делать удаление листвы до обработки? Мы начинаем поднимать старую листву, и все споры, все патогены разносятся по участку. Поэтому важно проводить обрезку только после такой обработки. Следующий этап – это подкормка, конечно же. Подкормка проводится в период, когда только начинают отрастать молодые листочки. Как правило, это примерно с середины апреля. Первая подкормка – это азотное удобрение. Клубнике нужен азот для роста. Поэтому используем такие удобрения, как мочевина, или по-другому еще называют карбамид. Понадобится примерно 30 грамм мочевины на 10 литров воды. Готовим раствор, и под каждое растение выливаем примерно по 300 грамм раствора. Конечно, можно и применять и сухое удобрение. Однако, если сухое удобрение просто насыпать под кусты и не заделать в почву, эффекта никакого не будет. Азот просто улетучится, и подкормка такая будет неэффективной. Поэтому, если решите применять сухое удобрение, не жидкое, то тогда позаботьтесь о том, чтобы заделать гранулы в почву. На метр квадратный понадобится примерно 30-40 грамм сухого вещества удобрения азотного. После того, как мы сделали подкормку, рыхление, прополку, может быть, при необходимости, уже, конечно, надо весной провести, почва начинает прогреваться. Температура повышается, и почва прогревается. И только в этот период, когда почва уже прогрелась, это конец апреля, мы приступаем к мульчированию. Нельзя укладывать мульчу ранней весной на грядку, ведь почва еще не прогрелась. И на непрогретой почве, если еще поместить туда слой мульчи, растение не получит достаточно тепла для развития. Замедлится развитие растения, и, соответственно, мы получим более поздний урожай. Поэтому в обязательном порядке мульчу укладывайте только на прогретую почву. Например, я использую солому. Часть ягодника у меня растет на агроволокне, на черном спонбонде, но он прогревается, потому что он черного цвета. Следующий месяц – это май. В мае растениям нужен полив. Зачастую в этом месяце у нас бывают засухи, и в обязательном порядке нужно проводить полив. Ведь в этот период идет активное нарастание зеленой массы, формируются бутоны, соцветия, растениям нужна влага. Поэтому поливайте, если на улице засуха. В этот же период, в начале мая, начинаются формироваться бутоны. Скоро будет цветение, а значит растению нужен калий. Лучшей подкормкой, по моему мнению, является подкормка золой. Ведь кроме большого содержания калия, там содержится еще масса полезных микроэлементов. Растения я проливаю зольным раствором. На 10-литровое ведро засыпаю стакан золы, стакан уксуса и заливаю водой. И данной смесью по 500 грамм примерно проливаю каждый кустик. Ну, конечно, у меня большие посадки, не всегда хватает золы, поэтому приходится применять и минеральные калийные удобрения. Какие же это удобрения? Это калий магнезия и калийная селитра. Я готовлю раствор. Столовую ложку с горкой на 10 литров воды. По 300 грамм под каждый кустик я проливаю. Удобрение быстро поступает к корням, и растение получает достаточно калия, чтобы развиваться. Приходит середина мая, иногда это конец мая, в зависимости от погодных условий, и начинается цветение клубники. Но перед цветением и в период цветения я провожу обработки. Но обработки провожу биологическими препаратами. Я не использую химические препараты в этот период. Тем более системные препараты, которые могут накапливаться в тканях растений и в ягодах. Какими же препаратами я пользуюсь? Я пользуюсь препаратами фитоверм и битоксибоцелин. Эти препараты помогают против широкого спектра вредителей, таких как малиново-земляничный долгоносик и земляничный клещ. Это самые злостные вредители клубники. Я готовлю баковую смесь. По инструкции. Значит, на 10 литров воды, 10 мл фитоверма, и около 100 мл в жидкой форме битоксибоцелина. И опрыскиваю растения. Если же у вас битоксибоцелин в сухой форме вещество, значит, нужно добавить 80 г на 10 литров. Ну и 10 мл фитоверма. И данной баковой смесью я обрабатываю клубнику. Данные препараты можно обрабатывать ягоды даже в период цветения. Эти препараты не опасны для пчел и полезных микроорганизмов. Потребуется примерно 3 обработки через каждые 5-7 дней. И клубника будет здоровая. Не будет никаких вредителей, клеща или повреждений малиново-земляничным долгоносиком. А значит, и урожайность будет хорошая. Надо сказать, что такую обработку нужно делать при соответствующей температуре. Температура должна быть не менее 18 градусов тепла. При более низких температурах фитоверм не действует. Поэтому учитывайте и данный фактор. Следующий месяц – июнь. Уже в начале июня появляются первые ягодки. В этот период растениям также нужен полив, чтобы ягода напитывалась соком, набирала полезные вещества, витамины. Поэтому позаботьтесь об этом, обеспечьте полив. Надо сказать, что полив должен быть водой теплой, не со скважины, не из колодца. Перед тем, как поливать, воду нужно нагреть на солнце, чтобы она была температурой окружающей среды. Значит, в этот период мы уже начинаем собирать урожай. Но иногда бывают и засухи, и дожди. И дожди для клубники гораздо более губительны. Ведь начинаются разные гнили. Ягода поражается серой гнилью, белой гнилью. И чтобы справиться с такими заболеваниями, я применяю один простой способ, о котором мне рассказали голландские фермеры. Они всегда его применяют. Значит, на 10 литров воды добавляем 1 литр свежего молока. Молоко лучше брать на рынке у кого-то с бабушек, либо кто-то держит корову в деревне где-то приобрести, чтобы там были живые бактерии. Мы заселяем, опрыскивая таким раствором наши ягодники, бактериями, которые борются с патогенами гнилостными, не дают им развиваться. Поэтому всем, у кого есть такая проблема, я рекомендую такой способ обработки. Приходит июль. Обычно к середине июля уже заканчивается плодоношение. Кустики начинают формировать усы. Если вам не нужен посадочный материал, то усы лучше сразу удалять по мере их нарастания. Не растить большой объем, потому что они вытягивают лишние соки и отбирают питательные вещества у маточного растения. Удаляйте их все. Если вы хотите размножить клубнику, сделать новые посадки, то можно оставлять по 2-3 уса на кустик. Они укоренятся, потом их отделите от маточного растения и рассадите на нужную грядку. После плодоношения в обязательном порядке, это июль месяц, это может быть уже и август месяц, нужно удалить листву старую. На листьях собирается много патогенов, вредители различные, поэтому лучше листья убрать. Но надо помнить, что обрезку нельзя проводить слишком коротко. Если вы обрежете кусты до уровня почвы, вы удалите все почки. И кусты будут плохо отрастать, и в следующем году вы не получите уже хорошего урожая. Поэтому делайте высокую обрезку. Примерно оставляйте 5-7 сантиметров пеньки, а верхнюю часть срезайте. На таком уровне. Следующий этап. После того, как мы сделали обрезку, нужно прополоть клубнику. Ну, конечно, если она у вас не посажена на агроволокне, тогда данная процедура не нужна. А так, если в обычной почве она замульчирована, то нужно прополоть, если где-то появились какие-то сорняки, и подновить мульчу. Если это была солома или сено. Потому что уже к концу лета мульча разлагается, и нужно немножко обновить слой мульчи, чтобы сорняки не нарастали. После того, как выполнили все эти процедуры, это уже конец июля или начало августа, нужно произвести подкормку. Что используем? Используем фосфорные удобрения и калийные. Я использую суперфосфат и калиймагнезия, или серно-кислый калий. Понадобится примерно 30 грамм суперфосфата и 30 грамм серно-кислого калия. Вместе все эти удобрения смешиваем и распределяем по почве. Это на 1 метр квадратный. Такая дозировка. Распределяем по почве и заделываем в почву. Ну, просто пропалываем, рыхлим клубнику и заделываем. Я использую в сухом виде это удобрение. Если почва очень сухая, это в обязательном порядке. Перед внесением удобрения нужно ее хорошенько пролить. Если не пролить почву, удобрение будет долго не растворяться или могут быть какие-либо ожоги на кустах. Поэтому проливайте почву. В сентябре месяце наступает такой период, когда нужно высаживать новые ягодники. В данный период нужно заняться рассаживанием молодых саженцев клубники. Отделяем розетки от маточных кустов и проводим посадку. Опять же, тут выбираем. Высаживайте в почву либо на агроволокно, на спонбон. То есть, каждый выбирает свой способ посадки. Как кому лучше. Многие рекомендуют высаживать клубнику в августе. Но я не поддерживаю это мнение. В августе, как правило, очень жарко. Часто бывают засухи. И клубника не приживается. Я высаживаю клубнику обычно в конце сентября. А то иногда и в начале октября. Когда устанавливается прохладная дождливая погода. И тогда все саженцы с легкостью приживаются. Поэтому и вам рекомендую такие сроки посадки клубники. В октябре необходимо замульчировать клубнику перегноем. Это может быть компост. Это может быть превшеновоз. Примерно я вношу 10-литровое ведро компоста на квадратный метр. И мульчирую посадки клубники. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы обеспечить теплом корневую систему растений. А еще такая подкормка органикой послужит отличным питанием на следующий сезон. Ноябрь месяц и на посадках клубники уже работы особо никакой нет. Но для жителей более северных регионов, там где зимы бывают бесснежные, морозные, я рекомендую укрывать клубнику. Для этого лучше использовать обычный белый плотный спонбонд. Не обязательно ставить какие-либо дуги, либо какие-либо еще приспособления делать. Достаточно просто натянуть на грядку белый спонбонд и прижать камнями, кирпичами, либо досками, у кого какие материалы есть. Этого достаточно, чтобы клубника хорошо перезимовала и не вымерзла. Вот таким способом я ухаживаю за клубникой. Надеюсь, мои способы вам пригодятся по уходу. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин